Герои минувших лет и их достойные преемники. Зал памяти открыли в 13-й школе Барановичей, присоединив учебное заведение к общереспубликанскому марафону по увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны и героек Беларуси. Об особенностях выставочной экспозиции, новых формах подачи материалов и методах вовлечения молодого поколения в изучение правдивой истории своей земли расскажут наши корреспонденты. Все больше учреждений образования и культуры, трудовых коллективов и молодежи 1-го региона присоединяются к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и событиях, которые происходили на белорусской земле. Еще год назад педагоги и ученики 13-й школы Барановичей создали экспозицию, посвященную теме геноцида. Дополнительные исследования привели к расширению выставочных материалов и дали толчок для открытия зала памяти. Очень приятно, что наша очередная городская школа приняла участие в этом марафоне. Тем более в год 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков мы надеемся, что всем миром мы сохраним нашу историческую память и не позволим никому переписать нашу историю. Уникальность открывшегося зала памяти – подача выставочных материалов. Два раздела экспозиции гармонично дополняют друг друга и соединяют прошлое страны с ее настоящим. Первый знакомит посетителей с событиями Великой Отечественной войны и ужасающими фактами геноцида белорусского народа. Второй – с нашими соотечественниками, совершившими подвиг в мирное время и отмеченных званием Героя Беларуси. Вся информация преподносится с учетом современных технологий. Учащиеся могут сами работать с этой информацией. Есть раздел «Сегодня», наша такая вот изюминка. И в раздел «Сегодня» входят видеофакты расследования проекта. Вот эти QR-коды дают возможность ребятам подходить при помощи современной техники, то ли с телефонов, включаться в ту информацию, которая сейчас доступна. В день открытия Зала памяти среди почетных гостей – малолетняя узница концлагеря Полина Яковлевна Мушкарева. Ее воспоминания о событиях тех страшных лет дополнили интерактивную экспозицию. Юные экскурсоводы и учащиеся школы оценили важность владения исторической правдой и созидательного отношения к тому, что имеем сегодня. Мне, как ученику 13-й школы, очень нравится то, что мы создали такие две экспозиции, которые называются «Память без срока давности» и «Герой Беларуси». Мне кажется, что все ученики нашей школы будут гордиться не только героическим прошлым, но и героическим настоящим. Посещая и участвую в мероприятиях такого рода, я понимаю, насколько я мало знаю о истории своей страны. Очень много времени проводим в интернете, читаем Википедию, а там, естественно, информация неправдивая. И надо прислушиваться к советам наших учителей, что надо читать книги, смотреть фильмы, которые именно они советуют, которые преподносят нам правдивую информацию. Совместная работа педагогов и учащихся по дополнению зала памяти будет продолжена и далее. Наталья Луговкина, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».